привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я буду кушать турецкую пахлаву да именно кушать потому что как ее готовить я покажу немножко позже я сделал настоящую как мне кажется турецкую пахлаву из очень тонкого теста совсем по другой технологии чем я обычно делаю азербайджанскую пахлаву или узбекскую пахлаву она мне сверху присыпана фисташками и она очень вкусная и красивая я с удовольствием ее попробую а как готовить пахлаву смотрите дальше одна из разновидностей турецкой пахлавы готовится виде вот таких колбасок они очень тонкие тесто очень тонкая она разматывается и на него насыпается начинка сверху аппетитные фисташки это очень сладкое калорийное блюдо но обалденно вкусное и поэтому те кто его кушают они всегда счастливы так же как и я класс пахлава именно такая как я покупал настоящую турецкую пахлаву очень тонкие слои теста каждый слой слышно внутри обалденная начинка из орехов все настолько хорошо очень удивительно насколько я не лью сюда щербета щербет по-турецки это сироп все равно он воспитывается и сама пахлава сухая поэтому все нужно лить громадное ведро щербета чтобы она была сочная так как ее принято кушать а вот на этой тарелочке у меня пахлава из обрезков теста потому что когда мы готовим очень тонкое тесто всегда мы обрезаем какие-то толстые краешки и естественно это очень выгодный рецепт потому что никакие обрезки не пропадают поэтому из обрезков теста сделал пахлаву на круглом противне здесь сиропа больше или щербета она более сочная и такая очень хорошенькая обалденная этот кусочек по моему пропитался получше когда она пропитана она просто великолепно друзья это один из рецептов которых не нужна точная граммовка я обычно люблю чтобы все было по граммам потому что тогда мы сможем делать один и тот же одно и то же блюдо всегда с одним и тем же качеством это именно турецкая пахлава здесь все сыпется как тебе хочется сколько муки и столько молока или водички поэтому очень удобно но я все равно приведу примерные я все равно напишу в описании к видео вес продуктов какие нужно использовать и более что щербета нужно всегда намного больше чем я лил очень вкусно обалденно друзья если вам понравилось это видео ставьте как обычно лайки пишите комментарии все что вы думаете об этой пахлаве вкусная ли она у вас получается подписывайтесь на мой канал ссылочка вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место что это все на моем канале и походу как и так далее на моем канале вот 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 я Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...